Здравствуйте! Это итоги дня информационного портала улправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Первые полгода. Как идет реализация мусорной реформы в Ульяновской области? С цивилизацией разобрались в суде. Правительство региона выиграло дело у антимонопольщиков. Асфальт на 12 лет. Чем и когда будут покрыты ульяновские дороги? Безопасность на дорогах прежде всего. Как в Ульяновске планируют снижать уровень смертности в ДТП? В Ульяновске сотрудники полиции изъяли крупную партию наркотиков и психотропных веществ. По версии правоохранителей, пятеро жителей областного центра, в том числе и Рязанской области, организовали незаконный бизнес по распространению наркотических средств. Крупные партии запрещенного вещества задержанной делили на более мелкие и закладывали на территории региона, а также в Тольятти, Смоленске, Москве и Рязани. В настоящее время двоим задержанным судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражем, троим подпиской невызии и надлежащим поведения. Прошло уже почти полгода, как на территории Ульяновской области действует мусорная реформа. Итоги и перспективы преобразования обсуждались на правительственном часе в законодательном собрании. Представители фракции могли задать свои вопросы и обратиться с предложениями. Реформа задумывалась двумя целями. Первая – очистить города и сел от мусора. Вторая – внедрить вторичную переработку. Как отмечает председатель правительства Александр Смекалин, задача исполнительной власти в этой реформе сводится к жесткому контролю за деятельностью региональных операторов. Уже с начала этого года проведено больше 130 рейдов по оценке эффективности деятельности операторов. Честь операторов, ряд операторов уже получили соответствующие предписания. И это первый звонок для них о том, что они могут быть исключены из схемы обращения твердыми коммунальными отходами и заменены на других более ответственных рек операторов. Но это, в свою очередь, заставляет операторов лучше работать. Если на первом этапе, например, жалобы на несвоевременный вывоз мусора устранялись больше, чем за сутки, то сейчас на это уходит несколько часов. Кроме того, один оператор в скором времени планирует выйти на нулевое захоронение отходов. То есть все отправляется в переработку. Но вопросов остается еще много. Один из главных касается платы за реализацию отходов. Бесспорно, несоответственно, несоответственно, норматива, отсюда и цена услуги. Те организационные вопросы, которые были решены федеральным центром и которые поступили в качестве рекомендации нам на организационной части работы, они тоже требовали серьезных поправок. Исходя из этого, мы отработали ряд документов, выставили претензии и федеральному правительству, и представительным органам. Правительство утверждает, что тарифы уже дважды снижались. Последнее уменьшение было связано с исключением из стоимости НДС. Это решение на федеральном уровне недавно поддержала Государственная Дума. Еще одна группа вопросов касалась тарифов в части взымания его садоводов и владельцев гаражей. Лично ко мне только обратилось. Более двухсот человек в общей сложности, если вот так почитать. Проблемы решаются. Не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее решаются. Прежде всего, в отношениях регионального оператора с ГСК, садоводческие товарищи, с бизнесом. В отношениях с дачниками компромиссный вариант найден. Плату берут только в активный период и в два раза меньше, но вопросы продолжают оставаться. Заведенный час работы депутаты не успели все задать. Их примут в письменном виде. Ведь главная цель состоит в том, чтобы реформа заработала, как отлаженный механизм. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Завершено рассмотрение дела между правительством Ульяновской области, некоммерческой организацией «Цивилизация» и региональной антимонопольной службой. Причина в якобы нарушении закона о конкуренции. О результатах расскажем в нашем материале. Завершено судебное дело между Федеральной антимонопольной службой, областным правительством и автономной некоммерческой организацией «Цивилизация». Напомним, «Цивилизация» была создана в 2017 году для реализации проектов «Безопасный город» и видеонаблюдения в социальной сфере. По мнению антимонопольщиков, правительство Ульяновской области нарушило закон о защите конкуренции, необоснованно создав автономную некоммерческую организацию. Ведомство постановило до начала 2019 года прекратить финансирование цивилизации в виде предоставления субсидий на обеспечение ее затрат. Дело было передано в суд. Суд первой инстанции принял позицию ФАС. Правительство региона решительно не согласилось с решением ограничения конкуренции и обратилось с жалобой в апелляционный суд. Высшестоящий суд подтвердил, что в действиях правительства Ульяновской области при реализации работы системы фото-видеофиксации нарушения правил дорожного движения нарушений не установлено. Министерство изначально стояло на позиции, что нарушений в наших действиях не было. Первая позиция. Вторая позиция. Мы учли позицию Федеральной антимонопольной службы и с этого года уже субсидии предоставляются на конкурсной основе. Да, в этом году опять нас конкурс выиграл цивилизация, других заявок подано не было теми компаниями, кто желал бы обслуживать систему фото-видеофиксации. Но вот, скажем так, работа совместная с Федеральной антимонопольной службой, она вызвалась в то, что мы скорректировали свои действия. В принципе, сегодня система работает, сбоев не дает. Погряз в долгах, и его счета заблокировали. Наш материал не про злостного неплательщика, а про город, средствами которого неверно распоряжались. Что случилось с младшим братом Ульяновской, как правительство разбирается с ситуацией, расскажем в нашем материале. Блокировка счетов муниципальных учреждений соцсферы произошла в Димитровграде. А все из-за того, что местные управленцы вносили изменения в муниципальный бюджет, не оповестив об этом правительство. Для того, чтобы разобраться в ситуации, главой региона была создана рабочая группа. Александр Смекалин провел заседание с главами ведомств. Председатель правительства обозначил приоритетные задачи. На заседание приехал замглавы Димитровграда Юрий Черноусов. Чиновник признался, что ему и остальным управленцам нужна помощь региональных властей. По его словам, им необходимы не только дополнительные средства на возрождение экономики города, но и грамотные рекомендации. К примеру, объяснить, как в подобных случаях проводились работы с другим муниципалитетом. Юрий Черноусов предложил объединить управление образования, культуры и спорта в один департамент. Сокращение тоже предполагается. Также Черноусов рассказал о причине материального декаданса в городе. 2012 год – 39%, 2013 год – 41%, 2016 год – 165%, потом 86%, 56%, последние 29%. То есть сумма серьезная, наращивая долога. Мы тоже халили, но не исполнили. Дать деньги – все будущие доходы, а будущих доходов не видим. И поэтому мы оказались там, где оказались. Чтобы выбраться из того незавидного места, где оказался Димитровград, необходимы деньги. Глава Минфина Екатерина Буцкая рассказала, сколько средств из областной казны направлено на спасение города. В целом объем межбюджетных трансфертов составляет 1,2 млрд. С учетом того, что еще дополнительно только в мае месяце было предусмотрено 170 млн. рублей. И в целом объем субсидий составляет 258 млн. 119 млн. рублей на дороге, 33 на ремонт детских садов, 10 на школы и 82 млн. на улучшение городской среды. На данный момент часть счетов уже открыта. Заседание рабочей группы продолжится до тех пор, пока проблема будет полностью не решена. В Ульяновске прошло совместное совещание представителей правительства Ульяновской области, министерств, администрации города и управления государственной инспекцией по безопасности дорожного движения. Главной темой обсуждения стала безопасность на дорогах региона. На этот раз совместное совещание представителей разных ведомств, которые имеют непосредственное отношение к безопасности на дорогах региона, началось не в стандартной форме. Юные инспекторы дорог напомнили, сколько детей погибло в прошлом году на дорогах области и что стало причиной ДТП. Как ни странно, все дети на момент аварии были с родителями. В некоторых ситуациях отец сел за руль в нетрезвом виде, в других случаях водитель не справился с управлением, а пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. К сожалению, ежегодно на дорогах региона гибнет порядка 200 человек. По словам начальника ГИБДД по Ульяновской области Геннадия Полухина, несмотря на то, что количество ДТП с января по май этого года снизилось на 10%, количество погибших в них выросло с 47 до 49 человек. Рост основных показателей аварийности отмечается на территории 8 муниципальных образований нашей области, в том числе наиболее значительные. Это в Меликесском районе рост ДТП на 13%, погибших с 1 до 8, раненых на 15%, в Малойклинском районе ДТП на 33%, погибших с 0 до 2 и раненых на 175%. Задачей совещания была выработать комплексные меры по сокращению смертности на автомобильных дорогах. Мы понимаем, что только лишь ремонтом автомобильных дорог, установкой дорожных знаков ситуацию кардинально изменить нельзя. В первую очередь это и должно быть формирование законопослушного поведения участников дорожного движения и взаимного уважения. Это и мероприятие, связанное с максимально быстрым оказанием медицинской помощи пострадавшим в дорожных транспортных происшествиях. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» утвержден паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Ульяновской области». А с МВД России подписано соглашение по мониторингу реализации мероприятий. Задача, которая стоит перед нами, наверное, ребята четче ее сформулировали, да, это нулевая смертность на дорогах. Но пока в паспорте проекта у нас стоит тоже очень амбициозная цель – это снижение смертности на дорогах в три раза. Согласно условиям проекта, к 2024 году регион должен достичь снижения смертности уровня не превышающего 4-х человек на 100 тысяч населения. Для этого уже в ближайшее время будет выработано ряд мер, которые коснутся не только госавтоинспекцию, но и отрасли здравоохранения, образования и связи. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Оллправда ТВ. В этом году ремонтируется 11 участков городских дорог. По нескольким из них проехала наша съемочная группа в компании с Андреем Тюриным и руководством Минтранса. Когда завершатся работы и все ли проходит гладко? Подробнее в репортаже Виктории Черковой. Ровно месяц назад наша съемочная группа приезжала на перекресток улиц Ефремова и Шигаева. Ремонт этого участка дороги тогда еще был в стадии зарождения. Сегодня дорожное полотно выглядит иначе. Подготовительные работы завершены. Осталось положить верхний слой асфальта и заняться тротуаром. Андрей Тюрин и Дмитрий Вавилин осмотрели объект, а глава управления дорожного хозяйства Игорь Бычков предоставил отчет. В принципе, основные работы здесь идут впереди графика. С такими темпами я ожидаю, что в течение двух-трех недель основные работы закончатся, а самые столько отделочные. Министр транспорта напомнил о том, что в области реализуются нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы выполнять стратегическую задачу, необходим контроль качества. Ингредиенты для покрытия регулярно проверяются в лаборатории на соответствие ГОСТа. Тем более, что в этом году стандарты поменяли гражданство и стали германскими. Битум со специальными добавками и щебень стабильной фракции должны ощутимо продлить жизнь асфальту. Да, сегодня у нас в предыдущие годы гарантийный срок был установлен 4 года, межремонтный срок 5 лет. Вот по новым ГОСТам, по новым технологиям межремонтный срок увеличивается до 12 лет. В той же кампании мы отправились на другие участки, которые ремонтируют в рамках нацпроекта. На проспекте Гая работы в самом разгаре. Все бы хорошо, но жаль молодые деревья, которые пострадали от манипуляций с почвой. На это обратил внимание первый зампред правительства Андрей Тюрин. Однозначно могу сказать, что работы не будут приняты, пока новые деревья не будут высажены в осенний период, когда там погодные условия позволят это сделать. Далее мы побывали рядом с аллеей строителей на 12 сентября. Там приводят в порядок и проезжую часть, и тротуар. На данный момент участки на улицах Корсунской и Пушкинской готовы. Когда закончатся они должны быть? Здесь они заканчивают где-то в течение 3-4 недели они работают и завершатся. Останутся только отделочные, чтобы там подкорректироваться, поправиться. Дорожный пресс-тур завершился на улице Тимирязева. В этом месте занимаются рельсами. Более 860 метров путей должны быть заменены. Вслед за ними займутся и проезжей частью. Там же Андрей Тюрин поделился впечатлениями от объезда. Много замечаний к пешеходным переходам, к перекресткам, которые необходимо доработать. Сегодня такую задачу комитет городского хозяйства по дорогам получил. Все объекты, на которых мы побывали, должны быть готовы к 1 сентября этого года. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправда ТВ. Скандинавская ходьба, пение, компьютерные курсы. С каждым годом в регионах растет количество центров активного долголетия, где пенсионеры могут выбрать занятия по душе. Новый центр открылся в Железнодорожном районе. Их желанию жить позавидует любой молодой. Ульяновские бабушки и дедушки уверены, после пенсии жизнь только начинается. И доказывают это, активно проявляя себя во множестве культурных и спортивных мероприятий. Специально для них в Доме культуры Киндзяковка открылся центр активного долголетия. Место, где люди почтенного возраста могут провести свой досуг. Это девятый клуб, который мы открываем на территории города. Но это центр активного долголетия. Но это не значит, что их всего 9 и 10. У нас более 100 клубов, которые являются центрами для занятий по интересам людей серебряного возраста. Это помогает им вести активный образ жизни. Каждое утро в новом центре будет начинаться с зарядки. Далее – любимая многими скандинавская ходьба для укрепления связок и суставов. Еще одно популярное направление – компьютерные курсы будут также доступны. В целом же кружки по интересам формировались в зависимости от потребностей жителей железнодорожного района. Нам очень хочется, чтобы наши пенсионеры были общественно активны в нашей жизни после выхода на пенсию. И своим задором заражали молодое поколение нашего железнодорожного района. Еще один центр активного долголетия откроется в ближайшее время в Новом городе по адресу проспект Созидателей, дом 62. Всего на территории города в настоящее время работает более 200 клубов ветеранов по интересам, которые объединяют более 10 тысяч горожан. Завтра в регионе ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем прогреется до плюс 29 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. Будьте осторожны, не находитесь под прямыми солнечными лучами. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале улправда.ру. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok